Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о зеленом удобрении. То есть о том, что вы заквашиваете сорняки различной подкармливания растения. Я расскажу вам свой секрет, чтобы эта подкормка была не только как подкормка, но защищала ваши растения от вредителей и болезней. Если есть секреты, ингредиенты, которые вы добавите в эту подкормку, вредители и болезни уйдут с ваших растений. И не придется применять никаких химических мер защиты. Ну, во-первых, что поговорить, что траву сбраживают. Все знают, что трава, любую траву, если взять, скосить, заложить примерно на этот объем ведра, залить холодной водой, накрыть, взять пленкой завязать или чем-то прижать сверху, поставить на солнце, чтобы освещало солнце. Когда солнце будет согревать, вода греется и начинает все бродить. Наша масса сгнивает. А сгнивает масса, она превращается в прекрасное удобрение. Почему это удобрение очень хорошее с травы? Да потому, что оно содержит и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы, причем в том количестве, которое как раз необходимы нашим растениям. То есть, все сбалансировано. Ни одна химия не даст такого эффекта. Это раз. Во-вторых, такая зеленая подкормка с настоем сорняков любых, она что дает? Кроме того, что она сбалансирована по всем питательным веществам, это раз. И она легко устраивается растениями. Растения легко, значит, большинство культур очень хорошо отзываются на подкормку такими настоями. Особенно настои сорняков очень хороши для тыквенных культур. Тыквенная капуста, ну и капуста также любит такую подкормку. То есть, две группы культур, капустные и тыквенные, очень отзывчивые на подкормку настоями сорняков. Ну и также пошленовые, все пошленовые, ну кроме помидор, конечно, где не надо масса. А перец и баклажан будут прямо, ну, очень крепким, очень коронастеньким, если вы вносите такой подкормкой. Ну, что можно использовать для настоя? Любые выплаты сорняки на вашем участке. И одуванчики, и трава, различные сорня, все можно складывать. Все можно складывать в эту емкость. Измельчать, не измельчать, это вопрос непринципиальный. Далее, если на корнях осталась земля, тоже не оттрахивайте, все складывайте с землей. Потом эту перегнившую массу вы закопаете под свои плодовые деревья и кустарники. То есть, тоже удобрите, что вдобавок. А вот секретные ингредиенты какие. Есть такие растения, которые встречаются у вас на участке, или, по крайней мере, возле ваших дач, домов. Они в достаточном количестве. Это не представляет проблемы. Что необходимо добавить? Эти вещества, они называются, как бы в науке, биодинамическими. И они очень улучшают качество зеленой подкормки. За счет того, что выделяются такие вещества, которые будут защищать ваши растения от вредителей и болезней. Так что, кроме подкормки, вы как бы в одном флаконе получаете три разных действия. Что же такие за чудо-растения? Самое первое, это всем, конечно, вам знакомо, крапива. Крапива, это самое первоклассное растение. Видите, с корнями, мощное, красивое. Вся она нам пойдет на приготовление наших настоев. Следующее растение, которое тоже часто встречается, это полынь. Именно полынь серая. Чернобыльник желательно использовать. Идет полынь. Следующее растение, которое очень будет хорошо в нашем участке, это пижма. Вот она, пижма, обыкновенная. Она тоже растет у вас в изобилии. Тоже ее зеленая масса очень полезна для таких настоев. Еще одно растение, которое как бы тоже встречается, это пастушья сумка. Это сорняк, который вам надоедает, который есть на участке. она тоже очень хорошо здесь уходит в состав этих настоев. Ну, желательно применять, конечно. Не только уходит, а желательно применять. И что из тех, что я не назвал, это тысяча листник и окопник. Если у вас есть растения и хвост, вот эти еще три растения можно использовать, именно добавлять ваше зеленое удобрение. Значит, смотрите, что делает некоторые тоже ошибку. Вы просто заложили, пленку не завязали, все испарается, завязываем пленкой, чтобы там был прониковый эффект. Для того, чтобы наша масса быстрее перегнила, необходимо добавить где-то 50 грамм мочевины. В такой ведерко добавляем 50 грамм мочевины. Значит, первые признаки брожения, когда уже нельзя держать там неделю-две. Если такая погода теплая, летняя теплая погода, температура где-то по 25 градусов, значит, 3-4 дня появляется пена. Появилась пена, значит, наш уже раствор готов. Не надо его передерживать, потому что, если вы будете держать его еще дольше, значит, полезное вещество, особенно зод улетучивается, и ценность вашей уже этой зеленой подкормки падает. Запоминайте об этом. Ну и вот мы как бы отказываемся, еще почему. Что такая вот зеленая подкормка, как бы неприятно, она воняет. Она просто напросто, сказать прямо, она воняет. Для того, чтобы этой вони не было, значит, опять же добавляем на такое ведро, где-то столовую ложку соды. Без разницы. Кальционированность, пищевой, добавлю пищевую соду, она устранит неприятного запаха, не будет. Ну и вопрос, который как бы остается, что тоже для мной как бы неясным. Как разбавлять? Я разбавляю это зеленое удобрение, которое настоялось, наполовину водой. То есть пол ведра наливаю зеленого удобрения. Конечно, готовлю не в таком ведре, готовлю в большей емкости. Можно же, сами понимаете, в июне месяца сорняков хватает. Нет у вас на участке чистого, выплата. Обочины, наши обочины, где-то дороги, все это дороже с сорняками. Накосили, нарвали, все в бочку, в бочку. Сделали там 100 литров, 200 литров, получили питательного, очень полезного настоя. Но не забывайте про мой секретный рецепт, про травы, которые закладываются. Я еще раз напомню, это списочек крапива, полыньсера, пижма, пастущая сумка, хвощ, тысячелистник и окопник. Вот эти растения, как бы они очень улучшают качество почвы. Потому что они не только отгоняют, но и качество почвы, они их очень любят почвенные микроорганизмы. И почва, если политы сорняки с настоем этих вот растений, они просто, ну почва, просто микроорганизмы почве, они просто оживают, когда вы поливаете таким настоем. И ваши урожаи вас очень-очень удивят и порадуют. Это раз. Во-вторых, это же очень доступно. Затрат практически никаких. Потому что это не в магазине, что надо покупать удобрения. Я говорю, как я сказал еще в начале своего ролика, что это все сбалансировано. Это то, что надо растению. Не надо составлять какие-то смеси. И доступно, и экономично, и доступно. Ну то есть, только плюсы. А с добавкой этих растений, говорю, вредителей болезней не станет на вашем участке. Так что, используйте эту зеленую бродиловку. Применяйте шире. Только не добавляйте дополнение ко всем травам остальным. Хоть любой трейдер добавьте от тех растений, которые я вам назвал. Так что вам, чтобы все росло. По-белорусски все буяло на вашем участке. И был отменный урожай. Смотрите наши ролики. Ставьте свои лайки.